Зарядиться новогодним настроением сегодня пришли воспитанники 101-го детского сада. Эти дети зиму любят и ждали с нетерпением, когда выпадет снег. Ждали по разным причинам. Кто-то мечтает слепить огромного снеговика, кто-то очень хотел поиграть в снежки, другие прокатиться с горки. А у Лизы зимой день рождения. Но больше всего дети ждут нового года. Когда мы в окно увидели, что идет снег, они закричали, и не снега, Новый год, Новый год. Конечно, сюда шли с радостью. Уже за неделю ждали этого похода. Собирались, письма писали все. Новогодняя заимка для детей – это небольшой сказочный мир. С ним сегодня гостей познакомили помощники Деда Мороза. В первую очередь дети побывали в мастерской добрых дел. Актриса детского музыкального театра в роли кота Кондрата рассказала гостям о том, что такое хорошо и что такое плохо. И помогла сделать подарок для самого дорогого человека – колокольчик счастья. Все намазали. Кому еще подойти намазать? Уже все сделали. Какие шустрые ребята. После этого дети встретились с главным помощником Деда Мороза – новогодником. От него детсадовцы узнали о разных волшебных предметах и их волшебных свойствах. Это, например, лопатки-танцевики – подарок от Лешего. В ней, говорят волшебники, ноги сами идут в пляс. Затанцевали даже те, кто лапти не примерял. Но главное, ради чего пришли сюда дети – это волшебный ларец. В него все желающие могут опустить письмо, адресованное Деду Морозу, и оно обязательно найдет своего адресата. Более того, дети получат ответ от зимнего волшебника. У нас работает в заимке почта Деда Мороза. Всегда почта открыта для вас. Каждую среду с 18 до 20 часов и каждое воскресенье с 14 до 16 часов. Приходите, мы очень вас ждем. А Деду Морозу я заказала игрушечную собаку Бакста. У Дедушки Мороза такую лизянку-ватрушку. Тоже матрушку. А я помню Аню. Потому что у меня старая была, ее выкинули. Потому что я люблю Новый год, и что своего подарка. В течение 10 лет заимку посещают тысячи маленьких череповчан. Новогодних с помощниками, снеговичками, снегирем и непогодой. Встречают всех гостей и дарят им новогодние настроения. А самым маленьким помогают написать письмо Деду Морозу. Главное – загадать желание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.